Уже в субботу на этом поле состоится первая футбольная встреча. К этому моменту оно должно соответствовать всем необходимым параметрам. Большая часть работ по приведению поля в нормативное состояние уже позади. Сейчас здесь происходит лишь предматчевый покос газона. Однако специалисты начали подготовку еще в феврале этого года. Сначала готовится почва, обеспечивается нормальный водно-воздушный режим, верхний растительный слой насыщается необходимыми питательными веществами, создаются хорошие условия дренирования, высаживаются семена. Конкретно уже перед игрой будет еще производиться стрижка, укатывание и обновление разметки. Помимо футбольных матчей мы готовы к проведению рэгбинах. У нас заложены закладные подворота, также там нужно будет перекрасить разметочку, переделать разметочку, так это в принципе поле наше готово к проведению таких мероприятий. Еще один немаловажный этап подготовки – уборка трибун. Общая вместимость арены – более 42 тысяч мест. Наблюдать за игрой зрители могут с любой желаемой точки. Сейчас я нахожусь в секторе А. На предстоящие матчи сюда также можно будет приобрести билеты. Этот сектор объективно более комфортный во многом благодаря вот таким вот мягким сидениям. Также зрителям отсюда удобнее и быстрее всего будет добраться до фудкортов. С еще большим комфортом гости стадиона могут разместиться в вип-ложах, которые еще называют скайбоксами. Они расположены на четвертом этаже арены. В каждый такой бокс ведет отдельный вход. Отсюда все поле буквально как на ладони. Ни один захватывающий момент матча не будет упущен. И в эту прекрасную вип-ложу тоже можно купить билет. Посмотрите, какие невероятные впечатления вы получите, если будете смотреть матч здесь, в уютной атмосфере, с экраном. Каждый скайбокс имеет свой собственный выход на трибуны. Можете размещаться как в помещении, так и на трибуне. Это замечательно. Еще один плюс для болельщиков в скайбоксе – возможность организации банкетного стола. Если выкупается ложе полностью, то сюда можно предварительно заказать еду, напитки и провести именно банкет как во время матча, так и в любое другое время. Здесь вы можете провести время не только на футбольном или рогбийном матче. Вы можете провести здесь свой день рождения, выпускной, юбилей, торжество. Билеты на ближайшие матчи уже поступили в продажу. 2 апреля футбольный клуб «Саранск» сразится с футбольным клубом «Салют» из Белгорода. Также матчи состоятся 16 и 30 апреля. Условия, созданные на Мордовии-арене, они просто прекрасные. То есть наша команда участвует в третьем дивизионе футбола, то есть ФНЛ-2. И ни у одной команды нет такого стадиона, нет таких условий для тренировок. И команды-соперники, когда приезжают к нам на календарные игры, они просто в шоке. А 10 апреля на арене сразятся пензенский рогбийный клуб «Локомотив» и московский ЦСКА. Второй рогбийный матч пройдет 17 числа. Билеты на все матчи можно приобрести на сайте biletcenter13.ru и в кассах билетного центра, который расположен напротив третьего входа. А в дни проведения игр специально для удобства болельщиков продажа билетов будет осуществляться в гостевой кассе у первого входа, через который будет организован доступ на матч. Марина Василевская, Владимир Надькин. Народные новости.